здравствуйте друзья вопрос зачитываю недавно я твердо принял решение покинуть россию любой ценой так как каждый день проведенный в россии уже не вызывает у меня ничего кроме омерзения и злости о как нет желания даже продолжать общение с друзьями то есть явно стресс какой-то у человека так и стран рассматриваю канаду австралию сша и великобританию но душа почему-то больше тяготеет к сша хочется жить и работать на благо экономики именно этой страны не знаю почему буду очень признателен вам за ответы возможно ответите вы в очередном видеоролике на один из вопросов не могли бы вы подсказать какой-либо веб-ресурс с зарубежными в частности американскими вакансиями и интерншипами а профессии мы не знаем ладно как вы считаете существует ли в штатах сегодня благоприятные условия для предпринимательства много ли вы знаете примеров когда эмигрировавший человек добился больших успехов в сша или же сегодня сша становится все больше похоже на россию как вы считаете экономику штат ожидает очередной кризис ближайшее время или может быть он уже там бушует вовсю как бы вы охарактеризовали население сша включая мигрантов похоже ли они на расслаблено пассивных австралийцев или же в американском обществе очень высок дух градус конкуренции и напряжение от этого висит в воздухе топором ну топором уж прям да несмотря на априори субъективизм ваших взглядов слава богу я не претендую хочется узнать именно ваше мнение тем более слушать вас одно удовольствие вот заранее спасибо вы чего поговорим да друзья вспомнилось мне как учился я в школе математической и там найти юмор у детей был специфичный такой вот помню был мальчик у нас один физическом классе я был в математическом а он физическом пете его звали но так в народе его звали пид может сказать по англии на английский манер пид этот пид он был больший большим курильщиком надо сказать что вот в наше время это было редкостью знаете чтобы школьник курил там в интеллигентной обстановке в общем весь туалет был прокурен он там как заберется значит на перерыве и вообще зайти невозможно и вот дети придумали значит единицу для измерения в накуренности помещения значит один пид это когда топор весом один килограмм висит на высоте один метр вот такая накуренность значит висит ли тут топором у нас чего градус конкуренции начну давайте так ресурс по порядку пойдем ресурс с вакансиями имеет смысл только тогда когда у тебя есть разрешение на работу и интерн шипы это тоже как бы такая вещь очень специфическая есть интерн шипы для иностранных людей но это как бы совершенно особая особая такая линия и если молодому человеку интересно он может погуглить или у нас на канале посмотреть есть кое-чего на эту тему есть такая виза называется джейван тройни и интерна слэш тройни там разница в том что сколько у человека опыта после окончания института соответственно он может приехать либо на год если опыта меньше года либо на 18 месяцев если опыта больше года в общем вот джейван интерн тройни вот есть такая виза можете у нас на канале посмотреть мы много на эту тему говорим я поэтому как бы не хочу отдельно значит как вы считаете значит благоприятные условия в сша для предпринимательства вы знаете чем публикуется всякие рейтинги знаете вот как-то люди ученые которые понимают в этом деле они оценивают вот там ту страну эту страну потом их сравнивают выстраивают какой-то список и может легко оказаться что вот допустим там норвегия какая будет на первом месте а сша там на 10 или 12 или там я не знаю там какой-нибудь суринам вот но из больших стран таких достаточно больших где есть где развернуться одно дело у тебя условия создана законодательная база там еще что-то вот а другое дело там можно реально делать бизнес потому что если если вся страна там 50 человек у тебя условия замечательные только бизнеса нет поэтому все таки здесь 300 там с лишним миллионов населения и как бы я бы сказал что бизнес в сша предпринимательство это как бы предмет гордости страны так что я не думаю что здесь может человеку не хватить возможности значит следующий момент там год знаете ли вы кого-то кто добился понимаете высоких результатов чтобы добиться вам лично высоких результатов вы лично должны себя что-то представлять в этом смысле то есть если кто-то добился ну добился знаете есть такая хохмочка там значит когда трудно мы кола жить там честные люди не до честного человека трудно жить только да и пусть их тебе то что 5 кто-то там чего-то добивался а тебе чего а мне чего давайте значит все все чем вы в принципе можете стать да вы этим можете стать никто вам мешать не будет но если кто-то добивался ну а почему нет вот посмотрите на сергея брина там например да нормально чек добился я считаю неплохих результат того он не единственный или сша становится больше похоже на россию свят 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 значит зачем же вот так как вы считаете экономику штатов ожидает очередной кризис ближайшее время или может быть он уже бушует там вовсю я хочу сказать что конечно в тот момент когда вы сказали себе что я бы хотел вот прямо чувствую душой что хочу в америку именно туда то я бы конечно сначала поинтересовался бушует он или или только собирается это все-таки существенно но с другой стороны если уже мы говорим о душе какая вам разница но кризисы приходят и уходят я приехал в разгар кризиса точнее еще хуже чем разгар он начинался в этот момент давайте вот мы приезжаем кризис начинается уже все потихонечку сыпется был бы разгар так мы бы на пару лет раньше вышли из него в эти атак мы прям полностью на всю катушку хлебанули но я вам скажу что мы были каждый день радовались жизни и тому что мы здесь они где-то ищем поэтому но кризис чего вам кризис я не вижу кризиса особого я читаю слежу чё люди пишут значит даже если у вас впереди будет 10 лет процветания экономического будут люди которые будут говорить что впереди кризис а потом когда у них не получается значит что то там другое у них находится вот так же как знаете есть вот эти все конец света у них знаете готов ли ты к концу света и они там раз в месяц объявляют на следующей неделе конец света типа значит там противовоздушная тревога такая знаете учебная вот так что я чё то так а потом вроде как и не объявляли вроде там все все по-честному кризис я не вижу пока значит ли это что его там еще долго не будет нет ничего не знать может быть завтра будет не знаю я я даже не думаю от тебя в смысле я посматриваю я интересуюсь я там каким-то образом значит пытаюсь что-то увидеть заранее но сказать вам что кризис есть нет и вас кидом будет ли он скоро не знаю есть масса факторов за то чтобы кризис был и есть масса факторов за то чтобы кризиса не было его не знаю вот где где сумма этих векторов равнодействующая где она вынырнет я не знаю никто нет никто не знает вот сколько бы народа во мне говорили что они знают они не знают ничего я ничего не знаю но во всяком случае не бушует так точно нет как бы я охарактеризовал население сша значит население сша очень большое население сша исключительно разное когда вы приедете в сша у вас будет возможность выбрать ту часть населения сша среди которой вы будете жить вот я живу конкретно там в кремниевой долине мы с вами едем вы видите знаете вот я живу тут здесь очень интернациональная публика здесь очень много высокооплачиваемых работ в технологиях в науке и здесь соответственно народ такой вот собирается будет дороговато да здесь здесь дорого жить но здесь и заработки больше и так далее то есть кому-то здесь самое оно вот кто-то тяготеет больше к земле там и так далее по-разному вы вы сможете выбрать если вы захотите поселиться допустим там день в черном гетто вы найдете себе черное гетто и там прекрасно поселитесь если вы скажете я не хочу в черном вы можете поселиться в мексиканском каком-то районе если вы не хотите в мексиканском но поселитесь в нем мексиканском поселитесь в белом поселитесь в итальянском квартале поселитесь в еврейском день там не знаю в нью-йорке но вот чего вы себе Выберите, вот то будет ваше В этом смысле, значит Население США, чтобы охарактеризовать В том смысле В каком вы интересуетесь эмиграцией Вот как вы захотите, такое будет население Да, да Так что Это ваш выбор, а население есть любое Больше того, оно проживает Достаточно компактно, потому что По деньгам Вот когда у людей есть вот столько-то денег Они здесь живут, а когда там Больше, значит, в другом месте, когда меньше Опять в другом месте И, соответственно, вот там вся эта социальная И образовательная И культурная, и всякая такая Специфика, она вот там вся и вылезает Градус, конкуренция Захотите быть в таком месте, где там Этот градус Где топор Значит, конкуренции висит На высоте 1 метр Значит, топор весом 1 килограмм Висит на высоте 1 метр Вот Значит, вы там Можете легко оказаться То есть полно народу, которые Значит, куда-то рвутся Полно народу, которые расслаблены До предела Да Хочется узнать ваше мнение Значит, я думаю, что С учетом того, что мы так услышали В вопросе Если мое мнение интересно И слушать меня Таки да, удовольствие Я бы сказал, что вам надо Подготовиться немножко к эмиграции Значит, во-первых Всякий экстрим Он Он Вреден Вот Состояние Я не могу Больше ни одного дня Находиться Это понятное состояние Я видел много народу В таком состоянии У меня такого не было Но Я видел много народу В таком состоянии Не могу сказать Что кто-то из них Чего-то сильно добился Вот между прочим Вот я уже на протяжении 25 лет наблюдаю Значит, потому что Все решения Которые принимаются В таком Эмоциональном Таком возбуждении Это не те решения Которые ведут К чему-то серьезному Хорошему Там и так далее Все-таки Надо немножко подумать тоже Кроме того Есть такая вещь Как подготовиться Ну вот Минимальную информацию Собрать Там И так далее Для того, чтобы мне Вопросы задавать То есть я и на такие Тоже с удовольствием Я думаю, ребятам Интересно послушать Значит, мы поговорить можем Но в принципе Вот можно, конечно Телевизором гвозди забивать Это то, что сейчас происходит Я-то могу на гораздо Более сложные вопросы Ответь Поэтому Собирайте информацию Готовьтесь Там есть форум Там, я не знаю Ну у нас Как бы рекомендованный Форум Это говорим про вес Я, честно говоря, даже не знаю Ни одного Который бы рядом Просто стоял По качеству информации Поэтому Было бы три форума Но вот есть один Значит И изучайте С людьми знакомьтесь Блогеров смотрите Ну есть же много Источников информации Ну Пожалуйста Просто вопросики Сами Такие, знаете То есть Не знать Вот допустим Кризис бушует Или не бушует Это уже интересный вопрос Такой Думаешь Откуда же берутся люди Которые даже не знают Что кризис бушует Или не бушует Это как бы Так Я не знаю Может быть вам говорят Каждый день там По телевизору Что он уже бушует Я тоже не знаю Я живу в другом Каком-то информационном поле Может быть я не знаю Что у нас бушует кризис Там знаете Каждый день им говорят Что бушует А люди живут И не в курсе Вот Может быть поэтому Даже не знаю Ну в общем Без эмоций Это не безумно эмоциональный процесс То есть Чем меньше эмоций Тем лучше вы подготовитесь Эмоции Как бы часть жизни Мы люди Мы все живые люди У нас у всех есть эмоции Но Как бы Если мы Логический такой Осмысленный компонент Совсем куда-то уберем И будем чисто на эмоциях То наверное Мы далеко не уедем То есть все-таки надо Как бы У нас же два полушария Правда Левая и правая Значит Одно за эмоции отвечает А другое за Логику Поэтому Значит Я предлагаю Включить оба полушария И значит Интенсивно ими Поработать Вот Таким Таким образом Вот Ну а так В общем Спрашивайте Что-нибудь более Может быть Такое Заковыристое Вот Счастливо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому